Благословение Благословение ведь начинается в наших домах Бог начинает благословлять нас Через наших родителей Ну и потом на протяжении всей жизни Понимаете, мы уже благословляем Друг друга, ну уже не только в нашем доме Как в семье, но и В расширенной семье Вплоть до краев земли И тоже становится наш с вами дом И в доме передаем этим детям, потом дети подрастают И знаете, уже на них ложится ответственность Передать это благословение Родителям, а потом Своим детям, в своих отношениях Знаете, это чудесный такой поток благословений Который невозможно остановить Но очень часто мы не знаем Об этом может быть Или по какой-то причине не умеем передать эти благословения Своим близким И вы знаете, сейчас, когда мы будем Несколько благословений возьмем Мы возьмем те благословения, которые напрямую касаются Конференции о семье То есть мы возьмем такие благословения детско-родительских отношений Конечно, их намного больше, чем мы перечислим Но мы сегодня о них поговорим Если вдруг вы где-то почувствуете внутри себя Что какие-то благословения вы недополучили Или вы недодали где-то своим детям Ну мы же все несовершенные Родители наши несовершенные Вы знаете, Господь настолько велик Что Он в любой момент их может восполнить И мы сегодня поговорим о том Как же Господь все это восполняет Итак, первое благословение Как бы странно это ни звучало Самое первое благословение, которое Господь приготовил для своих детей И наших детей Это в момент зачатия Вот такое очень характерное место Это Псалом 138, 15-16 стихи Вот там говорится о том, что действительно Господь благословляет Вот самую начавшуюся жизнь Не сокрыты были от Тебя кости мои Когда я созидаем был в тайне Образуем был во глубине утробы Зародыш мой Видели Твои глаза И в Твоей книге записаны все дни мои То есть, понимаете, Господь хочет, чтобы уже в самый первый момент Нашего с вами существования Существования наших детей Мы уже были благословлены Когда две клеточки, мужская и женская, соединяются вместе И получается одна клеточка Вот как это чудо происходит Тайность я велика И в этой одной маленькой клеточке, представляете, уже весь человек Его пол, мальчик или девочка Цвет глаз Цвет волос Форма носа Особенности нервной системы Понимаете, уже там все заложено И Господь благословляет эту жизнь И теперь вопрос времени Что вот эта вот клеточка будет расти, расти, расти И в какой-то момент, когда же мы становимся достаточно большими Что не помещаемся в утробе мамочки Мы, так сказать, выходим Знакомимся Да, знакомимся с этим миром И вот, ну тогда возникает вопрос Смотрите, ведь только недели, через две, через три Мама с папой начнут о чем-то подозревать и догадываться Может быть, сходить в аптеку, купить тест Как же тогда мы можем благословить наших детей, если мы не знаем Получился в этот момент, да, нашей близости, супружеской Ребенок Или не получился А вы знаете, все очень просто Родителям, папе и маме, мужу и жене Очень четко понимать в своем разуме Что любой половой акт может закончиться рождением новой жизни Да, конечно, сейчас очень много разных средств Планирования семьи И мы все-таки считаем, что мы Жизнь в руках Господа При любом раскладе Мы можем с вами всеми средствами планирования Владеть в совершенстве Но если Господь посчитает нужным, что жизнь должна возникнуть, она возникнет И какая мысль пришла самой первой к маме с папой, когда они увидели вот эти две полосочки на тест Слушай, потрясающе Мы же с тобой не планировали Вау, точно, слушай, вообще даже не думали Наверное, у Господа какой-то особый замысел для этого ребенка Это будет особый ребенок, точно, прям Это классно, слушай, Господи, спасибо тебе Мы так благословляем Или Слушай, ты о чем думал? Ты о чем думал? И смотрите, пусть живет То есть, конечно, ребенок родится, мы его будем любить Но вот то самое первое благословение уже мы не дали Представляете, уже несколько поколений людей Не только в России, а во всем мире живет Которых, знаете, как зовут? Ну ладно, пусть живет Понятно, что потом это все Господь восстановит Мы сейчас будем говорить о том, как Господь восстанавливает эти вещи Но опять, если мы захотим, чтобы эти вещи были восстановлены Вот я большую часть своей подростковой, ну и до подростковой жизни Прекрасно знаю и помнил о том, что мама шла на аборт И если бы не моя бабушка, которая называла меня маленой-прошеной Она бы это сделала И меня бы не было И вы знаете, действительно, и Михаил с этим жил Ты знаешь, Надя, меня вообще называют маленой-прошеной Потому что мама меня обрекла на убийство И вы знаете, и вот я думаю, как хорошо, что тогда не было этих дурацких учений о детской травме Потому что вообще, ведь можно было бы тогда, знаете, он же такой травмированный, да? Так и идти по жизни с обидой на маму Это как? Это так? Это значит меня изначально там обрекали и тра-та-та-та-та-та-та Понимаете? Но тут опять вопрос, что мы выбираем в этой ситуации Когда мы узнаем, что вот какого-то благословения нам родители не додали Что мы будем с этим делать? И вы знаете, есть три библейских принципа Мы их сейчас сразу озвучим Восстановление отношений, ну в первую очередь друг с другом С людьми нашими, близкие нам И три принципа возвращения благословений Три принципа, через которые Господь дает нам те благословения, которые по той или иной причине, скажем, ну не дали родители Запомните, запишите, там, зарубите там на носу, вбейте в телефон, чтобы вам каждый день высветилось Первое это благодарность Потому что благодарность это величайший добродетель И понимаете, и здесь Если вдруг вы почувствовали, что что-то вам родители не додали Или вы не додали своим детям Ну мы тоже ведь несовершенные родители, правда? Первое, мы идем Первое, подходим и благодарим Бога и родителей или нашего ребенка За то, что они есть в нашей жизни За то, что они многое пытаются сделать в нашей жизни хорошего И все получается, но они пытаются, они пробуют Благодарность нашим родителям за то, что они есть в нашей жизни И за то, что они нам дали не концентрироваться на какой-то травмированности Понимаете, чего нас учит вот это вот учение о детской травме Которое, к сожалению, просто проникает, атакует церкви В результате идут просто, ну понимаете, между поколениями полный раздрай Пятая заповедь пренебрегается Родители боятся воспитывать своих детей Понимаете, в нужном послушании Вдруг травмируем Вообще безобразие, что сейчас творится с этим учением о детских травмах Понимаете, но Господь говорит Да будьте вы благодарны, это первое Второй принцип Второй это прощение И у прощения есть две стороны этой медали Первое мы прощение дарим А второе мы прощение просим И когда мы идем к родителям Мы говорим там Папа, мама, я благодарю тебя за Скажите за что Папа, мама, простите меня за то, что я не была хорошей дочерью Я был непослушным сыном Говорил не то, что вы хотели И сейчас я не всегда веду себя так, что Может быть звоню редко Приезжаю мне так часто, как хотелось бы вам И папа, мама, я хочу, чтобы вы знали Я на вас зла не держу Я понимаю, конечно, мы все несовершенны Ладно, я вас прощаю, как-то не очень красиво, правда? Если вот так Михаил пришел к маме и сказал Я знаю, мам, ты меня убить хотела Ну ладно, я тебя прощаю, я же верующий Ну как-то, понимаете Некрасиво звучит Не то, что некрасиво Это вообще неуважительно звучит по отношению к матери Конечно Понимаете? Но я на тебя зла не держу Потому что ты дорогой для меня человек Вот это классно И третий принцип Третий очень важный принцип Это благословение Благословляйте родителей Благословляйте детей На том благословении На котором они находятся в данный момент На том возрасте На котором они находятся То есть мы сейчас поговорим Вот о таких возрастных основных благословениях Еще раз Благодарность, прощение, благословение Если мы с вами будем жить по этим трем принципам Вот понимаете Вот сто процентов Господь воздаст Воздаст целиком То есть эти благословения Они лежат там на небесах и ждут Когда мы обратимся к Богу За этим благословением Он говорит Ну придите ко мне Все труждающиеся и обремененные Я успокою вас Я благословлю вас Ну мы же говорим Не, не, не Как-то меня не хотели Я теперь буду там что-то прощать Это вообще прощать нельзя Ну как бы каждый выбирает сам Итак, первое благословение Которое мы с вами получили или не получили Которое получили или не получили наши дети Это благословение при зачатии Но опять повторим Что Господь его может восполнить И мы будем с вами благословлены Второе благословение Которое Господь приготовил для своих детей Это описывается в Псалом 138 Точно так же 13-14 стихи Ибо ты устроил внутренности мои И соткал меня во чреве матери моей Я славлю тебя Господь Потому что я дивно устроен Дивны дела твои, душа моя Вполне осознает это Представляете, с какой любовью Господь там в утробе у мамы Вот созидает эти клеточки Плетет нервное окончание Мышцы, пальчики Представляете, вот когда ребенок рождается Я вот это чудо, я до сих пор не могу понять Как так происходит Когда рождается ребенок Ну вот у кого были или есть маленькие дети Помните, да, он рождается У него на ножке мизинец Он тоньше спички А на нем есть ноготок Потрясающе Это потрясающе Бог даже об этом подумал Вы представляете, как все совершенно И Господь хочет, чтобы во время ожидания беременности Ожидание рождения ребенка во время беременности Мы благословляли наших детей Мы их благословляем Мы говорим Миленький мой, когда же ты родишься? Да, расти, расти Все нормально, не волнуйся Мы все приготовим Как классно, что ты у нас есть Не торопись Все вовремя должно быть Не волнуйся Да, конечно У мамы иногда бывает токсикоз Да, иногда может быть я и Настроение Не совсем в том настроении Но при любом раскладе А может быть спать на спине уже устала Мы тебя любим Маленький наш Или мы по-другому Все 9 месяцев Понимаете, женщина живет Когда же ты родишься? Я уже достал это все А может быть рядом муж С рюкзаком ходить на животе А ты хорошо подумала Особенно первые несколько месяцев Ты хорошо подумала Может все-таки аборт А ну на это вот это вот Вот это лишняя забота Эти еще маленькие бегают Когда женщина, например, не хочет делать аборт Это же грех Она начинает тягать тяжелые вещи Она начинает делать какие-то специальные упражнения Тяжелые упражнения Перетягивать живот Грусть Да и так далее Понимаете, что это? Она практически проклинает своего ребенка То есть здесь благословениями и не пахнет Понятно, что потом, когда ребенок родится Будет любовь Потом какие-то другие благословения Может быть перекроют вот это Но вот это вот уже получается Ребенок не в полноте получает И опять Если вы узнали, да, или как-то вот сейчас узнаете себя, что вам родители говорили, что там во время беременности все было не совсем просто И вы не совсем благословлены Помните, этот меч висел над вами Помните, благодарность, прощение, благословение Как только вы выходите на эти три библейских принципа, Господь все максимально восстанавливает Живете с обидами, претензиями, ну будете несчастненьким Понимаете, но самое страшное Вы несчастненькие, вы же не сможете дать своим детям благословение Мы твердо убеждены в этом, в том, что нет у нас Мы не сможем передать нашим детям Практически наши дети становятся заложниками Мы с вами живем в благословениях или в обидах Что мы выбираем в своей жизни? Благословение или проклятие? А что мы передадим, если у нас нет благословений? Как мы можем это передать? Следующее благословение Очень важное благословение Об этом пишет, ну опять очень много об этом в мест священном писании Но одно из таких ярких, это Евангелие нашего апостола Иоанна 16 глава, 21 стих Женщина, когда рождает, она терпит скорбь, потому что пришел ее час Но когда родит младенца, она уже не помнит скорби от радости Потому что родился человек в мир Вот так хочешь, чтобы Господь благословлял рождение Вау, классно, слушайте, родился, все Я могу посмотреть тебе в глазки, взять на ручки, поцеловать тебя Мы так благословляем? Или так, например, показывают вам Ну видите, мальчик, мальчик А, опять мальчик, дома три мужика Муж, два сына, кот и тот, мужик и этот родился Опять мальчик Опять мальчик Но обещали, что не видно А потом мама будет удивляться, почему он трется на кухне Держится за юбку все время А потому что он хочет сказать Мама, ну полюби ты меня мальчиком, но я не хуже девочки Или, как мне рассказывали, мужчина подходит к роддому и кричит жене Ну да, еще не был сотовых телефонов Ну что, жена родила, там, в родовую на третий этаж Она ему головой машет, да Он, сын, она, не, а кто ж тогда? Вот папа пошутил А потом он будет удивляться, что эта дочка будет сорванцом Она будет ловить по гаражам, она будет прыгать по деревьям Понимаете, она будет кричать Ну папа, ну полюби ты меня девочкой Ну я не хуже мальчика Понимаете, по большому счету все, что нужно сделать папе в данной ситуации Опять благодарность дочери Богу Что именно дочка родилась Что именно ее дал Господь Попроси прощения, папа, за ту глупую шутку Которую ты позволил себе сказать Папа И начни благословлять дочку На том уровне, теми благословениями Которые дочка должна получить Понимаете, то есть мы с вами опять выбираем Ну что, будем жить в чувстве вины? Детскую травму девочки доставили Или мы все-таки, знаете, ну не надо жить в чувстве вины То есть так же, как не надо жить в чувстве обиды и горечи Через три библейских принципа Благодарность, прощение, благословение Мы с вами освобождаемся И мы даем, вот понимаете, дорогу потоку с небес Следующее благословение Если вы откроете А, или все ты? Да Про рождение Про рождение Все, окей Ну в принципе, смотрите, еще про рождение может что сказать Представляете, ему там в утробе у мамы Ребеночку очень хорошо Скажите, он что-то жует? Глотает? Он все готовый получает, правда? Вплавает в этом бассейнчике Температура всегда одна и та же Все так здорово, все так классно Мама о нем уже позаботилась Классные гимны поет, прославляющие Богу Слова о любви говорит ему И вдруг бац, что-то тебя начинает с одной стороны выдавливать Раз, другой И тебе надо по этим узким родовым путям пройти И твою голову сжимает И ты слышишь мамин голос А ведь мама в это время кричит Кричит от боли Понимаете, ребенок И он понимает, это из-за меня Ну, он, конечно, логические связи не простраивает Но ведь ребенок переживает все Он слышит мамин голос Что переживает мама Ну хорошо, что... И тут бац, свет в глаза Да Смотреть надо Ужас Он же никогда не смотрел Более того, смотрите, если ребенок не сразу закричал Что с ним делают? Что? О, он только родился, его уже избили А после этого говорят, наказывать плохо Ай-яй-яй А потом бац, на весы И лампа сверху светит И он начинает читать чужие руки Вот так вот во все стороны вертеть Видите, какой ужас переживали мы, наши дети Это ужас Вот мы с вами, подавляющее большинство здесь сидящих Вот этого благословения лишены Благословения при рождении Знаете почему? Потому что нас с вами сразу уносили С наших мам Киринали столбиком И уносили Потом принесли, покормили И опять унесли Вы представляете, какой ужас переживали мы в тот момент Хорошо, что сейчас перинатальные медики И психологи докричались До врачей До Министерства нашего здравоохранения И ребенка оставляют с мамой Прикладывают к груди Причем к левой Почему? А вот это вот тук-тук Тук-тук Это же знакомый звук Потому что Я 9 месяцев его слышал Мама рядом Да Это классно И никакого ужаса нет Это было просто рождение Это было классно И меня по попке стукнули Не потому что меня не любят А во благо мне было Все классно Только к маме быстрее я бежал Да, все замечательно Понимаете? И то есть все Вот этот вот момент благословения Он как бы потом перекрыл Весь тот ужас, да? Который там где-то Может быть что-то ребенок испытал Классно, что сейчас это есть Но знаете, что самое удивительное И страшное Что сейчас Примерно треть рожениц Не хочет прикладывать ребенка к груди Фу, он грязный Я устала И столько же не хотят Чтобы их дети Лежали с ними в палатах Я устала Унесите И вот эти вот детские Они при всех роддомах Сохранились И вы знаете Я думаю, что Это может быть из-за того Что мне хочется все-таки верить в хорошее Просто ну не знают люди Вот о такой важной вещи Как благословение И нужно учить этому Наших с вами детей И вообще молодое поколение Что это все не просто так Понятно, что процесс родов Это достаточно болезненный процесс Но если думать с позиции ребенка Мы хотим его благословить Или мы думаем о себе? Или о себе Следующее благословение Если вы откроете книгу Паралипоминон Будете очень удивлены Первая глава Адам, Сиф, Енос, Кенан, Меолел, Иорет, Енох, Мафусал Просто одни имена Вторая глава Рувим, Симон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф Просто одни имена Третья глава Далиил, Ивайсалом, Адонай, Сафати и так далее Просто одни имена идут Никакого действия нет Просто имена Четвертая глава Форес, Исром, Шарми, Хур, Шавал Вот идет просто перечисление имен И вдруг девятый стих И вдруг девятый стих Стоп, перечисление останавливается И речь идет про мальчика, которому дали имя Иавис Иавис был знаменитый своих братьев Мать дала ему имя Иавис Сказав, я родила его с болезнью Ну, видимо, роды были такие тяжелые Что когда ребенок родился Она говорит, фу, Иавис родился Иавис в переводе с еврейского Это боль, страдание, несчастье Представляете, она его так назвала Это не обзывание какое-то было Такие тяжелые роды были Фу, это страдание родилось А где-нибудь там за навеской, за ширмой стоял фарисей Как она его назвала? Иавис И смотрите, ведь его так звали Несчастье, не дерись с мальчиком Боль, садись и кушай Страдание, ты уроки выучил? Горе мое Он потом взмолился Он потом взмолился Господи, поменяй мне имя Я не могу с таким Ужас Вы знаете, вот если вообще будем читать Писание Мы увидим, что именам уделяется очень большое значение А почему? Каждое имя что-то значит Да потому что как вы яхту назовете Так она и поплывет Понимаете, это классное совершенно изречение И мы не говорим И мы не говорим про такие имена Как там Дроздроперма, Тракторина, Сталинина Ну это отдельное, конечно Смотрите, греческое имя Петр Кремень, Скала, Монолит Знаете такое имя, да? Петр Супер имя Мальчика как зовут? Петр или Петька? Петулек Петушок Петюня Слушайте, вы знаете Вот просто диву даешься Как родители издеваются над ребенком Когда они практически его именем не благословляют Ольга, Святая Или это Лелек Лелька Ленчик Слушайте, ну какой-то кошмар Вы знаете, когда проходишь мимо детских площадок Вот реально хочется остановиться и прочитать семинар Причем по большей части грешат этим В основном женщинам В основном женщинам Ни один мужчина не скажет Нет, ну бывает иногда, но очень редко Вот Ну например Малыш, иди сюда А там малыш, да Ребенку лет 5-6 Хочется сказать Слушай, а ты малыша растишь или мужчину? Знаешь, ну если ты сейчас Его называешь малышом Это же ярлык Он малыш Он упадет по жизни, прости меня Инфантильным малышом И будет сначала паразитировать на родителях Потом на жене На государстве Всю жизнь ему кто-то что-то будет должен Ну и же малыш Завтра Пошли домой Ты растишь мужчину или зайца кролика? Лисенок Ну-ка не дерись с подружкой Ты растишь женщину или лису Патрикевну? Или лису Патрикевну вообще Вообще Нет, вы знаете, порой просто вот Ну вот зашкаливает Сколько раз наблюдаешь, когда он действительно приходит в школу И там какая-нибудь мамочка говорит Малыш, давай собирайся, идем домой И там 7 класс идет Малыш такой идет Он так и вырастет малышом Ну вообще, знаете Понятно, что когда один на один Хочется прижать к сердцу Поцеловать, назвать, уменьшить ласкать Ну пусть это будет Сном, перед сном Солнышко, лапочка, малыш, зайка, лисенок Кто угодно Но на людях-то давайте благословлять детей Давайте не будем их проклинать Потому что социально Петьками, петюнями, петульками Потому что вот это социальное имя Оно реально то, что Конкретно отложится в личности нашего ребенка Как вы яхту назовете? Так она и поплывет Понимаете, а сейчас действительно порой Вот имена дают такое общение, как кличку Чтобы, например, звучало с фамилией Особенно меня это, знаете, потрясает Когда имя дают девочке, чтобы с фамилией звучало Я говорю, вы что, программируете ее на то, что она замуж никогда не выйдет? Почему не выйдет замуж? Ну потому что вы ее запрограммировали Смотри, как твое имя звучит с твоей фамилией Фамилию не меняй То есть замуж не выходи Ну это вообще что такое? Понимаете, то есть Вообще имя это очень серьезная вещь в жизни нашего ребенка И в нашей с вами жизни Итак, кто мы с вами? Вот по имени, да? Как мы идем по жизни? Михаил? Михаэль, еврейское имя, подобное Богу Или Мишка Сберкнижка? Минек, минок Слушайте, ну что только Вот что только мы не слышим Что родители выделывают с именами своих детей Это просто беда Следующее благословение О которое мы с вами даем нашим детям Или не даем нам родители дали или не дали? Это в младенчестве И пророк Исаия об этом пишет 49 глава 15 стих Исаия 49-15 Забудет ли женщина грудное дитя свое Чтобы не пожалеть сына чрева своего Но даже если и она забудет Говорит Господь Я тебя никогда не оставлю Таких мест в священном писании много То есть Господь что хочет? Чтобы пока ребенок маленький Беззащитный Он реально нуждается в маме В папе Ну это вот знаете Вот дошкольный возраст точно сюда входит То есть здесь вот ребенок Когда он может прибежать с вопросом Вот эти вопросы А что? А почему? А сколько? А как? А где? А сколько раз? Отвечайте на вопросы Ребенок упал Разодрал коленку Ему больно А тут Ты если мужик плакать не будешь Это что? Да ты пожалей ребенка Ему же больно Ему больно Ну ты встань на позицию его боли Вот это вот стереотип Мужчины не плачут Что? Мужчины не испытывают боль? Им не бывает плохо? И вот смотрите Если мальчик с этим растить То потом он вырастает И он реально верит в эту ложь Что если ты мужчина Ты не имеешь права испытывать эмоции И жена его спрашивает Ты меня любишь? Я тебе сказал на свадьбе что я люблю Если что-то изменится Поставлю в известность Реально человек Раз пока молчу Значит ничего не изменится Человек не может ни эмоций Не поделиться ничем Слушайте Ну мужчина тоже человек Но если его вот так запрограммировали Запрограммировали с детства Да вот не давали вот этого Тепла Ну слушайте Ну опять вопрос Что будет делать вот этот взрослый мужчина Он так и будет говорить Ну это у меня да Детские травмы Меня так воспитали Я же ничего не сделаю Это у меня папа такой был черстый Да Из-за этого вот у меня ничего не ладится Теперь у меня и бизнес не ладится И семья плохая Да Все Отец он виноват Да Он мне говорил Мужчины не плачут Вот из-за этого проблема Ну живи несчастненько Либо благодарность папе-маме Да Прощение И благословение Благословляй родителей В обязательном порядке И тогда все это вернется Вернется тебе сторицей Это то О чем нам говорит Писание Идем дальше Следующее благословение Которое мы даем детям или не даем Наши родители нам дали или не дали Это Притча 22.6 Вы это место все знаете очень хорошо Опять этих мест много подобных Наставь юношу в начале пути его И он не уклонится от него Даже когда состарится То есть наши дети нуждаются Как в том чтобы мы проявляли к ним внимание Ласку Сопереживание Но им нужно чтобы мы их наставляли То есть вот наставляя наших детей Мы их благословляем Подростковый возраст это очень важный возраст В жизни человека И там идет Вот мы вчера об этом говорили Самоопределение И он отвечает на вопросы Кто я Какой я С кем я И пока подросток не ответит на эти три вопроса Какой я Кто я И с кем я Он никогда не подросли Вот мы нам несколько лет назад Переехали на новую квартиру Идем знакомимся И одну из квартир открывает мужчина Ему уже за 60 Я говорю здравствуйте Я Михаил Николаевич Ваш новый сосед Вот моя супруга Надежда Николаевна Давайте там дружить Чем могу помочь Обращайтесь Он говорит привет А я Вован Я говорю ну мне как-то неудобно Вы старше меня Как-то к вам Так вот обращаться Давайте по имени очного Не-не-не нормально Все пучком Вован Вообще без проблем Давай сейчас Вот он идет по жизни Все пучком Понимаете То есть изначально Я так и не повзрослел Вообще не повзрослел Так и не ответил На эти три вопроса Кто я То есть мои личностные самоопределения Кто я как мужчина Да Кто я как женщина Кто я в семье Кто я как дочь Что значит быть дочерью Что значит быть сыном Кто я на работе Кем я являюсь на работе Мое профессиональное самоопределение Ну в подарочном возрасте Они пока учатся Да Но учатся Но тем не менее Кто я как будущий летчик Или кто я как будущий врач Которым я хочу быть Если я хочу быть летчиком И стал пить, курить Это поможет мне в моем профессиональном росте. Понимаете, то есть подростковый возраст, это именно возраст, когда ребенок, уже не ребенок, но он уже учится. И он сам выбирает. Какой я? То есть моя нравственная позиция. Я верю в любовь или в секс. Это определит то, каким я буду мужем или какой я буду женой. Я верю в дружбу или я верю в деньги. Это определит то, какой я буду друг. Я верю во власть или построение отношений с близкими людьми. Это определит то, как я буду строить отношения у себя на работе. Ну и так далее, и так далее. Понимаете, то есть вот эта вот нравственная позиция, это то мощное вообще средство, которое в подростковом возрасте имеет большое значение. Ну и третий вопрос. И здорово, если в семье разговаривают с детьми на эту тему. Третий вопрос, с кем я, то есть кто меня окружает. И вот мы здесь услышали. Кто будет твой друг. Да, замечательное у вас есть служение, когда объявляют, а для подростков во время основного собрания идет дополнительное, мы там с ними общаемся, пьем кофе, разговариваем. Слушайте, подросткам это очень важно. Не упускать этот возраст. Это очень важно для подростков. Кто меня окружает, что я не один такой с этими принципами жизни. Понятие вот с кем я, тоже очень интересно. Есть у нас такой, или был такой академик Ухтомский Алексей Алексеевич, и он вывел очень интересный закон заслуженного собеседника. Ну понятно, но он как бы его просто ввел в науку, потому что то, что он ввел в науку, давно существовало. Он проанализировал сказки, поговорки, там скажи мне, кто твой друг, с кем поведешь, ну и так далее, и так далее. Но, знаете, по большому счету он ничего нового не придумал. Его закон звучит так. Меня окружают люди, которых я заслужил. То есть люди, подобные мне самому. Ну то есть как это работает? Например, если человек говорит, вы знаете, сейчас люди все равнодушны, всем на всех плевать. Никому ни до кого дела нет. Мы говорим, знаете, посмотрите на себя. Потому что если вас окружают такие люди, или если вы в этом всех подозреваете. Вы сами такой. Вы сами такой. Или приходит учитель, и говорит, сейчас дети одни отморозки, сплошной отстой. Вообще нормальных детей нет. Вы понимаете, у хорошего учителя все дети хорошие. Ну просто есть. Есть трудные. Есть дети неблагополучных семей. Есть дети, на которых не хватает профессионального мастерства. Реально есть такие. Но дети сами по себе нормальные, хорошие. А отмороженные дети у какого учителя? То есть учитель, который так говорит, он практически на себя вешает ярлык. В семье это вообще работает идеально. Сто процентов. Приходит ко мне мужчина на беседу и говорит, Михаил Николаевич, у меня жена курица безмозглая. Что мне с ней делать? Я говорю, вы знаете, есть закон заслуженного собеседника. Если жена курица безмозглая, то муж кто? Вы сказали. Это вы сказали, это не я придумал. Или жена приходит и говорит, у меня мой муж тупой баран. Я говорю, вы знаете, по закону заслуженного собеседника, если муж тупой баран, то вы кто? Ну, одна женщина, интересно, сказала, я баронесса. Я говорю, понимаете, баронесса не может быть женой барана. Баронесса, в общем-то, жена барона. У вас небольшая несостыковочка. Если вы хотите быть баронессой, значит, по закону заслуженного собеседника, вам нужно как-то перестраивать свои отношения с мужем. Понимаете, вот эти вещи важно, чтобы ребенок уже в подростковом возрасте начинал понимать. И тут ему нужны мы, мы с вами, взрослые люди, наставники, которые будем наставлять юношу в пути его. Один очень мудрый проповедник сказал, что самое большое, что я могу дать своим детям, это показать им, как я люблю их мать. И беседовать, да, беседовать с детьми на эту тему, что значит мне любить их отца, мне, да, чтобы они это видели и понимали. Назначаем ли мы отцы своим дочерям свидание? Потому что девочки, подростки, они ищут мужскую любовь в этом возрасте. И если папа ее не подарит, они найдут на улице эту любовь. Готовы ли мы обсуждать с нашими детьми те вопросы, которые их волнуют? Вы знаете, ведь намного проще сказать, фу, какую дрянь ты слушаешь, перестань сейчас же. Ну, она оденет наушники или уйдет друзьям слушаться. А попробуйте вместе с ними сесть. А вот здесь и проанализировать вот эта вот знаменитая песня, которая раньше была очень такая популярная. Ну, сейчас тоже популярная. 18 мне уже, ты целуй меня везде. Слушай, интересно, а? Вообще. До 18-ти ни-ни, а после 18-ти все и везде. Слушай, а ты себе такую жену хочешь, которую после 18-ти все и везде вообще. А какой она будет матерью, как ты думаешь? А как ты думаешь, вот этот вот паренек, который эту песню поет, вообще он как? Адекватный вообще? Из него он нормальный? Папа получит. Вот ты бы хотел, чтобы твой папа таким был. Или глюкоза поет. Твоя невеста честна и йоу. Так пока она тебе не дает, ты со мной переспит. Вау, слушай, а что правда стараться? Ну, наставляйте юношу. Понимаете, если мы будем наставлять, вот знаете, так, Библии по голове, ну, понимаете, подростки, они такой обладают, знаете, таким, как... Или вот... Они просто надевают наушники и не слышат нас, скрывают стену, отключаются. И вот одна из последних недавних песен. Мы с тобой в танце закружимся, закружимся, и мы с тобой подружимся, подружимся. И на ночь мы останемся, останемся, а утром мы расстанемся, расстанемся. Супер! Понимаете, под эти песни, они реально, они ритмичные, интересные, слушают. Слушайте, но это же все попадает им туда, в мозг. Потом же это, получается, часть программы их поведения. И если мы с вами их не научим эти вещи фильтровать... Или вот в аэропорту мы услышали последний вообще шедевр. Извини, моя королева, я опять пошел налево. Ну, так получилось, я случайно, и это вышло нечаянно. Слушайте, классные песни, правда? Вообще супер! Вот какие у них отношения в семье? Мы анализируем это с нашими подростками, им это очень важно. Потому что они служат такие песни. Я никогда не забуду, нашим дочерям было где-то 14 и 15 лет, и вышел такой фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли, такой современной... Ромео и Джульетта. Там же машинах ездят, автомата в капуле, эти стреляют. И вот, значит, девчонки приходят, говорят, мам, папа, нам дали кассету на один день. Тогда еще даже не диски были, а кассеты. Давайте мы сегодня устроим вечер семейного просмотра. Ну, мы иногда устраиваем такие вечера дома, говорим, окей, давайте. И вот, значит, они бы учли уроки, там, приготовили пирожки какие-то. Чайник. Да, мы садимся, значит, да, все, сейчас будет вечер просмотра. И одна из дочерей подходит к видеомагнитофону, вставляет кассету, а потом вынимает ее обратно, поворачивает к нам и говорит, мам, пап, только давайте слушать молча. Мы говорим, в смысле? И они говорят, мам, пап, мы все понимаем, что Ромео и Джульет, никакая у них там была не любовь. Это была просто подростковый гон нейромедиатор. Это была панальная похоть. Они просто два похотливых подростка, понимаете, просто вот, понимаете, любви нет. Они обманули родителей, они обманули священника. У них однозначно на обмане не могло быть будущего, поэтому их Шекспира убил. Мы все это понимаем, но давайте смотреть как сказку. Вы говорите, ну, дочерь, если вы понимаете, что это сказка, мы будем молчать. Мы так сможем говорить, слушай, ну мы с тобой нам... Где-то мы перегнули палку. Но с подростками лучше перегибать. Вот до 10 лет они там здесь все впитывают, что вы им говорите, там надо фильтровать. Но с подростками... Но с подростками давите, лейте, говорите, учите, наставляйте. Потому что когда будет через крылья, они просто отключатся от вас. Поэтому, знаете, вот если есть возможность вот капать на мозги, капайте. Капайте. Вот капайте, капайте. Ни о какой детской травме, а всякой этой чуши вообще не думайте. Капайте. Потому что чем больше вы накапаете, тем больше у них будет наставления в жизни. Да? Вот. Поэтому вообще как бы не теряйте вот эту возможность юношам, да, самым. Вот как можно раньше начинать, вбивать в голову вот те истины. Не просто Библия вот тут написано, а это реально относится к твоей жизни. Почему это так работает? Библия очень практична в твоей жизни. Это же не просто там какие-то слова, набор молитв или еще чего-то. Это очень практичная книга. Это книга про счастье. Руководство. Руководство по счастью. Сын. Это руководство для радости, дочь. И вот смотри, как это работает. И вот тут вообще пойдет все классно. Следующее благословение. Следующее благословение. Это человек, который боится Господа. Я подумал, я боюсь Господа, да, я хочу получить от него благословение. Но здесь написано, жена это моя лоза при мне, да, а дети что-то инородное. То есть получается, муж с женой это как одно целое. Одно целое. А вот дети нам даны на время. Их привили, но потом, когда они дали первый исход, их надо отсадить. То есть дети это что-то инородное, понимаете? Дети это не наша собственность. Нельзя смотреть на детей, как на свою собственность. И мы благословляем детей, когда мы их отпускаем. Отпускаем во взрослую жизнь. Причем, обратите внимание, здесь не написано, когда замуж выйдет. Или когда женится. Или когда машину купит. Ну не меньше, как Прайда. Понимаете, мы благословляем наших детей тогда, когда мы начинаем уважать то состояние, что они стали взрослыми, и отпускаем их. И вот тут мы обычно задаем родителям вопрос. Родители. В каком возрасте отпускают детей? Ну что мы имеем в виду по словам отпускаем? Это не обязательно там жить отдельно, там нет. Но отпускаем. Лучше, конечно, это так. Когда они живут отдельно. Но если они живут с вами. Если вы имеете такое понимание, сын приходит домой, я обязана его накормить. Как это он пошел в мятой рубашке, непоглаженной. Кошмар, носки вечером не постирала. Понимаете, если вы, простите, с 25-летним дяденькой, да, по-прежнему носитесь, как курица с писаной торбой, вы его не отпустили. Когда сын подходит к отцу и говорит, пап, дай денег, я девушку в кино свожу. Что должен папа сказать своему сыну? По идее. Сиди дома, я сам с ней схожу. И объясню, что с таким, как ты, не стоит даже встречаться, который даже на кино для девушки заработать не может. Вы знаете, и когда мы говорим родителям, когда нужно отпускать детей? И вот тут начинается. Когда замуж выйдут, когда женятся, когда учатся. Когда институт окончит. Вот институт окончит. А если, например, человек закончил одно образование, а потом пошел второе получать. Потом третий, потом в аспирантуру, в докторантуру и так далее. И вот он учится лет до 50, его родители должны содержать, да? Ну, классно. Обычно заканчивается вот это перечисление следующим. Вот встанут на ноги и уйдут. И сами уйдут. Я говорю, вообще так не работает. Смеем вас уверить, не уйдут. И мы говорим, представьте себе, дорогие родители, у вас завелись вши. Вот они прям так поели и ушли, да? Встали на ноги и пошли. Итак, что нужно сделать, чтобы вши покинули вашу бренную голову? Давайте. Посыпать дустом. Правильно. А если завелись глисты, глисты и ушли, да? Ужас, слушай, телепово сравнивают детей с паразитами. Подождите, а кто они, если, простите, 23-25-летняя детина, живет в вашем доме из холодильника, только берет, ничего туда не кладет. Штаны вы ему покупаете, учебники вы ему покупаете. Пользуйтесь интернетом, он ничего не вносит. За тепло не платит. Это паразит. Воду льет. Тогда вопрос. А кто отвечает за то, что дети стали паразитами? Паразиты, когда заводятся, это они виноваты? Мы профилактику не проводим. Понимаете? Господь говорит, отпускайте детей. Отпускай детей. Это не ваше собственное, иначе они не станут самостоятельными. Если ты позволяешь детям паразитировать на себе, ты не благословляешь их. Понимаете? Не благословляешь. А поэтому давайте детей благословлять отпусканием. Следующее. После 25 лет они уже должны начать жить самостоятельной жизнью. А если с вами живут? Ну, хотя бы оплачивать интернет. Да. Они больше сидят в интернет, чем мы, правда? Почему вы платите за интернет? Воду льют, свет жгут, а сидят на всем готове. Ну, вообще. Понимаете, родители, если так позволяют своим детям жить, все, они плодят паразитов. Мы с вами плодим паразитов, родители. Следующее очень важное благословение, и мы это благословение очень часто повторяли за эти три дня, это послание святого апостола Павла к Эфесской церкви, 6 глава, 2 и 3 стихи. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И тогда тебе будет благо, и ты будешь долголетен на земле. Почитание отца и мать. И вот здесь, смотрите, в юношеском возрасте ответственность за построение отношений с родителей уже перемещается на кого? На детей. То есть, смотрите. Уже они строят отношения, родители все, что могли, дали. То есть, когда рождается... Хорошо, плохо, но дали. Когда рождается маленький ребенок, за взаимоотношения с родителями 100% отвечают родители отношения. Потому что он ничего не может, они его на руки берут, кормят, водят в садик. К подростковому возрасту это уже 50 на 50. И когда мы с подростками проводим вот такие семинары по отношениям с родителями, они начинают бухтеть, какие у них там мама, папа. Я говорю, знаете, вообще, вот если вы сейчас будете продолжать бухтеть, у вас провальный вариант. Провальный вариант. Потому что в вашем возрасте подростковом 50 на 50 построение отношений. Теперь вы должны вносить свою лепту в отношениях с родителями. Но по мере того, как родители стареют... И к юношеству, а уж после 25 уже дети отвечают. За отношения с родителями взрослые дети отвечают, а не родители. И нам Библия об этом конкретно говорит. Твоя задача, если хочешь быть долголетним на земле и хочешь иметь благословение, ты строй отношения с родителями. Ты строй. У нас было 25 лет нашей супружеской жизни. И обычно мы на день свадьбы ходим в кафе. Есть деньги, приглашаем друзей. Слушай, 25 лет супружеской. Это было 12 лет назад. Это было прям яркое такое. И нам звонят наши дети и говорят. Так, мам, пап, на завтра ничего не планируйте на день вашей свадьбы, серебряный юбилей. Мы все продумали. Ничего не спрашивайте. Все будет готово. Ждите. И вот с утра у нас праздник. Значит, мы проснулись. Я поздравляю жену. Она целует меня. И тут звонок. Мам, пап. Внизу такси. Номер такой-то. Садитесь. Ничего не спрашивайте водителя. Он знает все. Рабочая одежда такая-то. Рабочая одежда такая-то. Ну, мы взяли все с собой, что нужно. Они сказали. Садимся в такси. И у нас везет в речной порт. И там стоит такой маленький речной трамвайчик. Весь украшенный флажки, шарики. Там все наши друзья, родственники. Все, кого мы хотели бы видеть. Ну, то есть те, кто не знает, что мы действительно люди, которые нам близки по сердцу. Поздравляем. Ура. Там 25. В общем, прекрасный был. Мы катались по Волге. Наши дети организовали так, что все наши друзья, все приготовили какой-то номер. Номер. Поздравление. То есть мы там на остров пристали. Был шашлык, была концертная программа. Но знаете, самое важное вот с нашей точки зрения произошло, когда мы уже возвращались в город. И вот мы сидим с моей женой. Говорю, слушай, как классно нам дети подарили такой праздник, а. Это ж так здорово. Так приятно. Что-то мы смогли в них вложить, а. И так приятно, что дети нас с тобой благословили. Вот как только мы вот это произнесли, дети нас благословили. Идут два наших внука, тогда у нас всего двое было. Двое было. Старше у Ильи. Илья ему было почти четыре, а Лехе было два с небольшим. Чуть больше двух. И вот он его ведет за руку, подходит к нам и говорит, дедуль, бабуль, только маме с папой не говорите об этом, ладно? Мы говорим, что такое? Хорошо, а что случилось? И вот он такой, знаете, когда у наших папы с мамой будет серебряная свадьба, мы им тоже кораблик подарим. Правда, Леха? Ого. Вы представляете? Дети благословили нас. Но на самом деле наши дети кого благословили? Себя. Себя благословили. Потому что внуки смотрят на отношения детей и прародителей и говорят, вот как правильно, вот так надо строить отношения. Поэтому если кто-то бухтит на своих родителей, копается в детских травмах, сидит в обидах, не строит с родителями отношения, я всем говорю, понимаете, вы себя проклинаете, дорогие. И вы своих детей проклинаете. Потому что таким образом ваши дети не знают, что такое пятая заповедь в реальном ее состоянии. Они не видят этого. И вы не даете им, вот понимаете, шанса эту пятую заповедь пережить в своей жизни. Поэтому куда-нибудь подальше вообще свою гордыню, свою обиду вообще засуньте подальше. Если вы говорите, что на все готовы ради детей, но при этом заявлять, вот со свекровью у меня вообще отношений никаких нет. И с тещей не хочу видеться. Она не любит, а с тещей вообще там лезет. Значит не говори, что ты на все готов ради детей. Свой эгоизм засуньте подальше, покупайте жареную курочку, тортик, одноразовую посуду, приезжайте в гости, мы на 15 минут, только чаек попить. Покушали, попили чай, собрали эту одноразовую посуду в мусор и поехали. Понимаете, благословляйте родителей. Это очень важно. Иногда говорят, что родители не любят, когда мы приходим в гости. Но сделайте так, чтобы родителям нравилось, когда вы приходите в гости. Конечно, если вы приходите в гости, так вот. Чтобы объесть, да? Открывайте шире двери, мы голодные как дверь. Мы говорим, слушайте, а вы к друзьям тоже так в гости ходите? Или вы считаете, или вы реально искренне верите в то, что придя к родителям, все съев из их холодильника, оставив после себя вообще полный хаос вокруг, ушли, прям родители счастливы. Нет, понятно, что они счастливы. Слушайте, ну надо как-то совесть иметь. Вы, наверное, с друзьями так себя не ведете, а с родителями можно? В жизни есть правило пяти холодильников. Кто из вас слышал об этом правиле? Правило пяти холодильников. Оно звучит следующим образом. Если у ребенка, мы сейчас объясним это правило, до 10 лет, особенно это важно, что он может залезть без спроса и взять все, что хочет? То 95% корреляции, то есть в соответствии, что в подростковом возрасте у этот ребенок не будет ни в социальном поведении, ни в зависимости, ни в депрессивных мыслях и состояниях. Пять холодильников. Ну это не значит, что сегодня придете домой, сразу пять холодильников, ну еще и четыре, да? Нет. Не надо. Что такое пять холодильников? Вот мы хотим сказать, если у ребенка в жизни всего один холодильник, это значит 85% корреляции, что в подростковом возрасте у этот ребенок будет либо в социальную компанию, либо в депрессии, либо с суицидальными мыслями, либо в социальном поведении. Что такое пять холодильников? То есть это пять домов, про которые ребенок знает, я туда приду, меня примут, согреют, ночевать отставят, меня там любят. Пять домов. Еще раз, и сюда входят только родственники, друзья сюда не входят. Ну во-первых, потому что по закону, по закону. Если что-то опекунство берут, дают только родственникам в первую очередь. А во-вторых, друзья ради вашего ребенка не будут менять свой образ мысли. Город, работу, свой образ жизни и так далее. Итак, один холодильник, это наш родительский. Еще два холодильника, где мы берем? Бабушки с одной стороны, бабушки с другой стороны. Уже три, уже 60% того, что ребенок будет расти в нормальной атмосфере. То есть если три холодильника есть, уже 60% риска снимается. Ребенка привозите к бабушке, оставляйте, чтобы он знал, это его тоже дом. Что такое сделать холодильник? Это значит не просто к бабушке ходить в гости. Понимаете, а вам нужно оставлять ребенка хотя бы раз в неделю. На месяц, на неделю привезти, оставить на каникулы. Если бабушки с дедушкой живут в другом городе, привозите, сами уезжайте. Вот только тогда, ребенок живя в другой системе, это будет его холодильник. Но сейчас в интернете, я просто хочу сказать, сейчас в интернете сплошная чушь. Воспитывать детей могут только кто? Родители. И если вы детей будете куда-то отвозить, это для детей травма. Ребенок воспринимает это как будто его бросили. Это чушь. Это чушь. Это такая чушь, это чушь, которая конкретно вообще, еще раз повторю, пятую заповедь разрушает, отношения разрушает, и практически потом родители будут пожинать в подростковом возрасте своих детей то, что они сделали для них. Нарушая пятую заповедь. Ну и раз мы заговорили про бабушек, а ну да, еще два холодильника ищите, дядя, тетя, кто у вас есть. Ищите два холодильника. Кто у вас родственники? Налаживайте отношения. Налаживайте. И вот исходя из этого истекает следующее благословение. Притчи, 19 глава, 14 стих. Дом и имение – это наследие от родителей. Вы знаете, в последнее время мы стали наблюдать очень нехорошую тенденцию. Родители говорят своим детям, вот помру, все ваше будет. Слышали такие вещи? И сын звонит. А, мам, ты еще жива? Ладно, я попозже позвоню. Слушай, это кошмар. Во-первых, мы программируем детей на то, чтобы они ждали этого. Нашей смерти. А во-вторых, смотрите, мы говорим, ну почему мы не распределяем, боимся кого-то обидеть. А потом брат подает на брата с сестрой в суд, начинает судиться. Меня вот это обещали, а меня больше любили. А мы такие белые пушистые, понимаете? А мы остались, да. Ну так не должно быть. Помните сказку «Кот в сапогах»? Помните, там старый мельник, умирая, старшему сыну оставил мельницу, среднему осла, а младшему – кота. С точки зрения младшего, это было справедливо? Это честно? Вот так вот, это нормально папа распределил, а? Этому мельницу, хотя бы осла, но нет, кота мне дал. Но обратите внимание. Они на папу обижались, но друг на друга в суд не подавали. Может быть, уже сейчас к нотариусу стоит сходить? Уже сейчас пусть ваши дети знают, кому что. И тут уже опять важно, чтобы уже сейчас, при нашей с вами жизни, понимаете, все вот эти обиды или там что, было проговорено. В конце концов, вы никогда, ну, еще раз, мы должны понимать, что благословение, которое нам Господь дает, это не из-за того, что родители правильно распределили наследство. Благословение, вот как ты относишься к тому, что тебе досталось. Пусть даже тебе досталась табуретка от бабушки, от твоему старшему брату дом в деревне. Ты будь благодарен. Благодарность, прощение и благословение. Вот только при таком раскладе, понимаете, даже этот табурет, то есть, знаешь, как тот кот в сапогах, да? Станет благословением. Вообще мощнейшим благословением. Итак, дорогие. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за те благословения, которые Он для нас приготовил, которые ждут нас. И давайте мы помолимся Ему. Великий наш Господь, наш Отец, Ты любишь каждого из нас, и Ты хочешь нас благословить. У Тебя обилие благословений, у Тебя их очень много, и мы даже не можем назвать их все, и пересчитать, и перечислить. Мы только назвали маленькую толику. Господь, но Ты хочешь нас благословить обильно. Благословить, чтобы мы шли по жизни. И Твою любовь дарили людям, Твое прощение и Твое спасение дарили окружающим людям. Господи, если кто-то сейчас здесь, в зале, который еще не знает о Боге, который живет не с Ним, просто поднимите руку, к Вам подойдут служители. Но так важно получить все те благословения, которые Он приготовил. Потому что мы даже о многих и не знаем. Но Господь хочет нас благословить. И Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные. Придите, и Я благословлю Вас, Я Вас успокою, и Я найду для Вас благословение. Придите, потому что Я любящий Отец. Это очень важно. Научи нас, Отец, любить, уважать и оказывать почет нашим родителям. Не все родители совершенные. Ты один совершенный Отец. У многих родителей что-то не получалось, что-то они не знали, и мы не получили все благословения. Но, Господь, если мы с Тобой, то Ты нас благословишь и восполнишь все. Мы тоже несовершенные родители, тоже где-то что-то мы упустили, не все дали нашим детям. Господи, но если мы наставим наших детей, передадим эту мудрость, Твою любовь, Твое спасение, Твое благословение, Господи, то, как завещаешь Ты, то наши дети будут благословлены и будут идти счастливые по жизни, и будут знать о Тебе, и в их глазах будет счастье, свет и любовь. Господи, я так прошу Тебя за каждого, кто сейчас находится здесь перед Тобой. Ты благословляй так, как благословляешь только Ты, Господи, только у Тебя все благословения. Ты пребудь в наших сердцах своим святым духом, своей любовью и своей мудростью. Во имя Твое Святое мы молились, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо.